Судя по тому, как часто в последнее время люди в комментариях к тому или иному ролику пишут про то, что этим упражнением ты просто убьешь себе суставы, большинство из них даже не понимает, как устроен организм. И даже не знает, что никаких суставов не существует. Давайте разбираться. Меня зовут Антон Кучумов, вы на канале Street Workout. И здесь мы подходим к тренировкам с научной точки зрения. И сегодня мы будем проводить небольшой экскурс в то, как устроен наш организм, как он работает. И я наглядно объясню, почему нельзя убить суставы. Например, в отличие от возможности порвать мышцы. Начнем со снов. Двигательная активность, за возможность осуществлять двигательную активность в нашем организме отвечает скелет. К скелету у нас крепятся скелетные мышцы, которые за счет своего сокращения или расслабления позволяют двигать наши кости в ту или иную сторону. Естественно, скелет – это довольно цельная структура, то есть все кости между собой соединены. Эти подвижные соединения, чтобы можно было осуществлять движение, называются суставами. И очень важно понимать, что сустав – это всего лишь обозначение места соединения двух костей друг с другом. Да, и вид у этих соединений может быть самый разный, сейчас это не относится к теме ролика. Но смысл в том, что вот у вас есть одна кость, допустим, да, вот есть другая кость, вот так они находятся рядом друг с дружкой, и это мы будем называть суставом. То есть это просто обозначение для нашего удобства. Для того, чтобы кости были вместе, никуда там не уходили, не расходились, они соединены с связками. Связки – это волокна, которые соединяют напрямую одну кость с другой. И таким образом у вас две кости оказываются соединенными вместе. Связки – это достаточно прочное соединение, но в то же время эластичное, то есть у вас сохраняется подвижность, и кости могут туда-сюда двигаться. В отличие от сустава, который является просто гипотетическим конструктом, да, просто обозначением. Связки – это реально существующая вещь. Связки тренировать нельзя, да, гибкость, подвижность связок, состав их – это в большей степени ваша генетика. Никаких упражнений на то, чтобы ваши связки стали крепче, да, вот укрепить связки, не существует. И это важный момент, важный момент, который нужно запомнить. Дальше. Помимо связок, да, у нас еще есть и мышцы. Мышцы. Для того, чтобы двигать одну кость относительно другой, также должна быть мышца, которая крепится с одной стороны к одной кости и к другой. И сокращаясь, она вот будет у нас двигать кости. Напрямую мышцы к костям не крепятся. Мышцы к костям крепятся через промежуточное звено, через сухожилие. Да, то есть у вас есть мышца, и мышца крепятся через сухожилие и кости. Важный момент. Во-первых, мышцы и сухожилие, в отличие от суставов, это реально существующие объекты, да, это реально существующие вещи. Это не просто мышцы, это у нас значит. Во-вторых, двигательная активность осуществляется за счет сокращения и расслабления мышц. То есть движется у вас всегда мышца. Сухожилие просто передает усилие от мышцы к кости. Само по себе сухожилие никакую силу не развивает. Важный момент. Поэтому упражнения на развитие силы сухожилий, это тоже все билиберда. То есть статические упражнения, которые сделают вас намного сильнее, это ерунда. Сильнее вас делают мышцы. Но для того, чтобы передать мощное усилие, полностью ничего не потеряв, да, чтобы был высокий КПД, коэффициент полезного действия, у вас также должны быть хорошие сухожилия. Это очень прочные, не очень гибкие, не очень тянущиеся, да, волокна, которые обеспечивают передачу вот этого усилия. И можно провести аналогию с, наверное, с прицепом. Вот у вас есть прицеп на гибкой сцепке, да, есть на жесткой сцепке. Чем более у вас прочные сухожилия, чем они больше в поперечном сечении, тем будет больше похоже ваше соединение мышц и кости на жесткую сцепку. И коэффициент полезного действия, сила передачи будет передаваться, естественно, лучше. Напрямую прокачать сухожилия нельзя. Нельзя. Есть определенные тренировочные протоколы, которые говорят о том, что благодаря их использованию, да, та же статическая нагрузка, увеличивается площадь поперечного сечения сухожилия, там, где вот оно крепится к мышце, там, где оно крепится к кости. Это доказано исследованиями. Это действительно работает. Ну, а про то, что вы можете тренировать свои мышцы, чтобы они становились сильнее, я думаю, объяснять не нужно. Таким образом, в суставе у вас, в суставе, да, вот в этой оболочке, которую мы придумали и назвали суставом, есть три составляющие. Дальше четыре. Четыре составляющие. Есть кости, да, у вас есть кости. Есть связки, которые держат эти кости вместе. Есть мышцы и есть сухожилия, которые, собственно, мышцы отвечают за генерацию усилия, сухожилия отвечают за передачу этого усилия. Когда человек говорит о том, что можно убить себе суставы, сама эта формулировка ничего не говорит. Потому что суставы, как мы уже выяснили, они не существуют. Нет такой штуки, как суставы. Вы можете. Если слишком резкую, слишком большую нагрузку дать, вы можете порвать мышцы, да, которые осуществляют движения. Вот. Тут тоже есть определенный момент. Вы можете оторвать, кстати, сухожилия себе можете оторвать, да, в зависимости, что у вас будет слабее. Вот. Вы можете сломать кость. И вы можете порвать связку. Вот вы можете четыре этих неприятных вещи совершить. Что подразумевает человек, когда он говорит, что вы можете убить суставы, в каждом конкретном случае надо у него спрашивать, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что вот это вот упражнение может убить суставы. То есть в комментариях к одному из недавних роликов про трицепсовые разгибания было очень много сообщений о том, что таким образом ты убьешь себе суставы локтевые. И я, собственно, задавал комментаторам вопрос, что они имеют в виду. Потому что для того, чтобы себе повредить что-то, нужно, чтобы нагрузка была противоестественной. Объясню. Объясню. Допустим, вы делаете сгибание на бицепс. Сгибание на бицепс. Вот вы. Отойду чуть-чуть подальше. Вот у вас рука внизу, вы подняли. Нагрузка, которую вы держите в руке, она движется вниз. Соответственно, если я устал, если нагрузка слишком велика, она просто разогнет мою руку и... Все. Сейчас, чуть-чуть не видно. Вот. И моя рука останется внизу. Можно ли таким образом себе сломать что-нибудь? Нет. Таким образом себе ничего сломать нельзя. Потому что если нагрузка слишком велика, она просто разогнет вашу руку до естественного ее положения, до ее нормальной длины в состоянии покоя. Если не смотрели ролик про кривую напряжения длина мышцы, посмотрите. Там я более подробно это все объясняю. Но она просто разогнет. И все. Ничего больше не произойдет. Для того, чтобы, допустим, порвать мышцу, мне нужно... Вот я делаю сгибание на бицепс, я делаю сгибание на бицепс. Допустим, вот в этой плоскости. В этой плоскости. И тогда, когда нагрузка будет тянуть меня вниз, при том, что у меня вот плечо высоко. Например, я делаю на какой-нибудь скамье горизонтальной. Да, я не очень умный. Допустим, делаю на горизонтальной скамье. У меня вот здесь вот подставочка. И у меня вот сгибание идет вот в этой. Но груз при этом, да, не вот туда ведет нагрузку, а вниз И тогда, если нагрузка слишком большая, то она попытается вырвать мне руку Просто потому, что она будет тянуть вниз нагрузка, да, которую я держу в руке И движение в суставе уже ограничено То есть вот естественное положение в расслабленном состоянии сустава Оно будет стараться мне сделать, продолжить движение, которое не является естественным И вот это вот движение в суставе уже неестественное, и это прямой путь к травмам Что касается трицепсовых, допустим, разгибаний Когда вы разгибаете, когда вот от шведской стенки делаете трицепсовые разгибания То у вас движение абсолютно естественное, когда вы его делаете И если вдруг вот вы выжили себя и начинаете опускать, и нагрузка оказалась слишком большой То вы просто упадете вниз, оп, рука у вас согнется И она согнется в точности по естественной своей траектории В то же время, если, допустим, вы делаете разгибания на трицепс из-за головы Почему это движение травмоопасное? Потому что если нагрузка, как бы так показать, вот так, Если нагрузка окажется больше, чем та, с которой вы способны справиться То она будет давить вашу руку дальше вниз Вот это вот естественное у вас движение в суставе А оно будет стараться опустить вашу руку еще ниже И таким образом все вот эти структуры, которые у нас есть Связки, да, сухожилия, мышцы Они будут оказываться под неестественной нагрузкой И это прямой путь к травмам То есть мы должны понять, для того, чтобы травмировать себе что-нибудь в суставе Нагрузка должна быть неестественной Поэтому, отвечая сразу на комментарии всем тем, кто переживал за локти в трицепсовых разгибания Это движение абсолютно естественное Нагрузка абсолютно естественная И единственный шанс травмироваться Например, получить себе воспаление до трицепса Если вы дадите большую нагрузку, чем та, с которой вы можете справиться То есть в самом упражнении травма опасности никакой не заложена В отличие от вот разгибания из-за головы, да, когда вы делаете с той нагрузкой, которую вы держите Потом вы устали И вот уже начинаются опасности Потому что нагрузка может утащить вас туда, куда утаскивать движение не надо Это очень важно понимать Для того, чтобы вот этих вещей плохих не происходило За стабилизацию костей, движение костей отвечают мышцы Чем у вас более сильные мышцы, тем лучше они контролируют движение, да, отношение, расположение костей друг относительно друга И без веса, и с дополнительным весом И поэтому защищают вас от получения травм Связки ничего не контролируют Связки, если, скажем так Если вы приседаете с большим весом И ваши мышцы устали То связки вас не защитят Связки нужны только для того, чтобы вот кости располагались вместе Если ваши мышцы отрубить И нагрузка вся пойдет на связки Связки очень быстро порвутся Это то, что очень часто происходит у людей Например, при беге, да Или спринтерском, когда рвут себе крестообразную связку в колене Это что такое? Это вот мышцы у них уставшие Либо просто была очень большая нагрузка Да, неудачно как-то ногу поставили При резком ускорении в футболе Частая травма в беге Мышца не смогла распределить ее так, как надо Не смогла компенсировать движение Нагрузка ушла на связку и порвала ее Несмотря на то, что крестообразная связка в колене Она очень-очень прочная Она еще и крестообразная Но рвутся они только в путь Из-за вот подобных вещей Если бы у человека были намного более сильные мышцы Этого бы не произошло И это нужно понимать, когда мы говорим о том Что то или иное упражнение убьет суставы При этом, если мы посмотрим на брусьях Что происходит с нашим плещевым суставом Как оно выворачивается Как там все перемещается То мы увидим, что упражнения травмоопасны В случае чего нагрузка будет идти не в естественном направлении И, соответственно, это прямой путь к травме То же самое, если мы посмотрим про подтягивания за голову Надо бы, кстати, сделать про них отдельное видео Что это пустая трата времени То мы тоже увидим, что у нас происходит очень неестественное перемещение внутрь А это значит, что если что-то пойдет не так То очень хорошая вероятность получить травм Это не значит, что любой, кто делает это упражнение, может травмироваться Но это значит, что нагрузка осуществляется неестественным образом И если она окажется больше, чем ваши силы То она будет работать против вас Как если, допустим, вы делаете жим лежа И нагрузка, как зал, слишком большая То штанга вас возьмет и придавит И это не очень будет приятно Вот Таким образом, надо, наверное, провести какое-то резюме Того, что я сегодня рассказал Еще раз, чтобы у вас возникла полноценная картина Чтобы вы понимали, как устроен наш организм И это позволит вам не только тренироваться эффективнее Но и тренироваться безопаснее И не писать всякую ерунду в интернете Про то, что можно убить суставы Теми упражнениями, которыми убить суставы нельзя Во-первых, как вы уже узнали Никаких суставов не существует Да, это просто наше обозначение Которое люди приняли для того, чтобы было удобно обсуждать телейные вещи Во-вторых, кости между собой связаны с помощью связок Логичное название, да? Связки — это тянущиеся, прочные волокна Но их задача исключительно заключается в том, чтобы держать кости вместе Чтобы они не уходили Распределение нагрузки, когда она существует И осуществление движения происходит за счет сокращения и расслабления скелетных мышц Которые крепятся к костям с помощью сухожилий Каждая скелетная мышца крепится к двум костям И за счет всего их многообразия Мы осуществляем все эти движения, которые осуществляют У нас есть возможность Таким образом, что касается возможных травм Еще раз, вы можете сломать кость Вы можете порвать связку Связки, кстати, не тянутся То, что люди обычно говорят Я потянул связку Это распространенные заблуждения Связка в нормальном состоянии имеет возможность растягиваться Но, если вы чувствуете боль И говорите, что я потянул связку Вы ее не потянули У вас произошел микро-надрыв Микро-разрыв, да? В этом волокне И вот, собственно, он и болит Более того, он, скорее всего, еще и не восстановится У вас между ним будет трубцовая ткань Которая не обладает всеми теми же свойствами, которыми обладает связка Дальше вы можете порвать сухожилия То есть, оторваться сухожилие может от точки крепления кости Чаще всего от точки крепления к мышце Оно редко отрывается Здесь вообще отрывается Не знаю, не слышал о таком, по крайней мере От кости отрывается на ура И третье вы можете порвать мышцу Вот здесь у вас крепкие мощные сухожилия Вы сделали что-то неправильно Мышца у вас может порваться Вот это вот четыре момента Которые могут произойти И, соответственно, в следующий раз Когда вы вдруг посчитаете Что какое-то упражнение может принести травму Пожалуйста, не пишите просто о том Что этим способом можно убить свои суставы Да? А напишите конкретно Конкретно Что может произойти Если вы действительно понимаете Что что-то может произойти Сейчас я не рассматривал гиалуроновую кислоту Хрящи Все, что еще в суставе есть Все, что в соединении костей есть Я это оставил за кадром Потому что в теме сегодняшнего видео Именно возможность убить свои суставы Которые не существуют Потому что самих суставов тоже на самом деле Не существует, как вы поняли На этом все Вот Если вам понравилось это научно-популярное видео Если вы хотите, чтобы таких роликов выходило больше на канале Чтобы я простым языком объяснял вам Как устроен организм И что можно делать, а чего нельзя То нас можно поддержать на платформе Boosty У нас уже 21 подписчик Мы собираем 7 целых тысяч рублей Этих денег хватает на то, чтобы я отдал несколько роликов на монтаж в месяц Но если по-честному Мне нужно порядка 40-50 тысяч каждый месяц Чтобы я мог сфокусироваться исключительно на съемке роликов А монтаж отдавать на сторону И тогда ролики будут выходить чаще Ролики будут сниматься лучше Тем будут прорабатываться глубже И я надеюсь, вы будете рады На этом все на сегодня С вами был Антон, канал Street Workout И увидимся в следующих роликах Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok